Виновчанка Марина Прохорова признается, кондитером стало совершенно случайно. Всему виной любовь к сладкому и любопытство. Пришла я к этому банально, мне просто хотелось знать, что внутри торта. То есть я забеременела вторым ребенком и у меня был очень аллергичный ребенок. А так как я кормила грудью, вообще ничего магазинного выяснилось просто нельзя. Но мне очень хотелось, потому что я сладкоежка. Начала с макарон, с известного французского десерта. Поначалу готовила для себя и семьи, потом стала угощать друзей. Ну а дальше по сарафанному радио начали приходить заказы. Втянулась, как говорится, в процесс и стала делать еще другие сладости. Пошли сопутствующие сладости на день рождения к сладкому столу, к попсе, капкейки. Я стала делать торт только спустя два года после того, как начала продавать макарон. Мало просто найти рецепты и купить необходимые ингредиенты, говорит Марина. Как и любому мастерству, кондитерскому делу также необходимо учиться. А уже потом появляется опыт и вырабатывается собственный ноу-хау. Кондитер, он начинает с того, что он хочет сделать для себя идеальный десерт. Даже все тортики, которые я сейчас делаю, я все равно под себя их модернизировала. То есть уже вот эти рецепты я смотрела и добавляла или убирала что-то, чтобы в конечном счете понравилось мне. Какие только десерты Марине Прохорову не приходилось делать. Говорит, чаще всего заказывают торты под названием «Молочная девочка» и «Шоколадный». А вот с декором все куда разнообразнее. Для украшения кондитера используют мастику, шоколадные фигурки, безе, пряники, изомальтовые леденцы и даже живые цветы. Марина делала торты в виде героев известных мультиков, фильмов и компьютерных игр, предметов быта и даже других продуктов, например, пиццы. Но один заказ для врача-хирурга удивил и запомнился больше других. Просят сделать торт в виде сердца. То есть не просто там сердце, понимаете, да, вот с артериями, вот такое вот прям сердце, чтобы там накапать вот этими подтеками красными такое, да. Но сверху была посыпка очень красивая. Это был нехалуй. 20 июля для всех кондитеров особенная дата, ведь именно сегодня во всем мире отмечают Международный день торта. Праздник посвящен не только самому лакомству, но и дружбе между людьми и странами, и народами. Ведь именно с тортиком принято приходить в гости. Так что есть прекрасный повод навестить друзей и родных, прихватив с собой что-нибудь к чаю. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Всё. Придите домой. Придите домой. Придите домой. Придите домой. Придите домой. Придите домой. Придите домой.